Девушки отдыхают Просто это повторять Мне кажется, у нас примерно всегда Вот что-то подобное С чего-то подобного начинается наше утро Мы таким образом хотим вас зарядить На прекрасный день Независимо от того, выходной у вас день Рабочий, не знаю, какие-то у вас там учеба Дела свои есть Главное отношение наше к этому И тогда все намного легче получается и случается Вот пусть у вас сегодня будет прекрасное настроение У нас оно, в общем-то, тоже, как всегда, хорошее У нас работа такая, знаете Быть довольными и счастливыми Хорошее настроение, которое мы делимся с вами Так что делайте звук погромче Заваривайте себе какой-то любимый напиток На улице достаточно прохладно Выберите, что Надеемся, чтобы быть красивым В нашей соцсети облетело трогательное видео Где дети в садике трогают батареи И радуются тому, что они теплые Так же хотели бы все жители домов Но пока это не происходит Отопление дали только в социальный объект Это больницы, школы, детские сады Там, где отопление действительно необходимо А дома греемся пока что любовью, теплыми вещами, теплым чайком и хорошим осенним кино Ну, либо у вас частные дома, тогда вы можете естественно себе подкручивать Я как те самые детки только еще раньше трогала и радовалась и говорила Боже, как хорошо тепло Но действительно вот этот промежуточный период, когда мы переходим от летнего к осеннему Он всегда в ожидании отопления Всегда есть такой уже достаточно свежий период, когда уже в домах все-таки некомфортно И действительно сейчас, особенно к вечеру, в домах, где нет отопления еще, это практически все Везде практически Ну, кроме одного, того самого известного, у которых есть газовое отопление Вот, конечно, холодно, не совсем комфортно Но все, уже даже с этого дня чувствуется потепление А на выходных вообще там плюс 28, опять Так что отопление ждать пока что не приходится Да, потому что отопление обычно включают, если среднесуточная температура держится примерно 5 дней 3-5 дней, не больше, плюс 8 Так что пока, друзья, греемся на улице Пока не светит, да, но судя, во всяком случае, по погоде Потому что действительно идет снова потепление Но, честно говоря, как правило, не выжидают Вот прям, знаешь, строго эти 5 дней плюс 8 градусов Все-таки смотрят по обстановке Люди, которые включают отопление, ведь тоже мерзнут, понимаете? Поэтому они уже когда понимают, что невозможно уже терпеть, они включают Ну, в общем, я думаю, что все, конечно, надеются, что совсем скоро это случится Я думаю, что, конечно, не на этой неделе, потому что, ну, плюс 28, ну, честное слово Да, явно не на этой неделе Вот, ну, а там уже будет видно, все зависит от нашей погоды Ну, а мы, собственно, решили пообщаться с приднестровцами Узнать у них, как они греются В принципе, нормально им или все-таки уже совсем холодно? Ну, и встретились с нашим главным метеорологом Виталием Кальвенко Спросите у него, когда нам светят эти плюс 8 среднесуточные, да? И что там будет с ближайшим потеплением? Давайте посмотрим С утра еще морозно, а во днем температура воздуха поднимается В школах, садах и больницах отопление уже есть А вот в домах его включат, когда на улице в среднем будет плюс 8 градусов Но обычно дают раньше Виталий Витальевич, какой прогноз погоды нам ждать в ближайшее время и будет ли похолодание? Как вы и говорили, что к нам бабье лето будет наведываться неоднократно Так оно и случается Самую холодную ночь мы уже пережили Нынешняя уже теплее была И на субботу температура воздуха в дневное время Есть все шансы подняться до 27 градусов Поэтому бабье лето очередное состоится Правда, опять ненадолго И начиная с понедельника опять пойдет понижение температуры воздуха И с середины следующей недели опять пойдем в сторону роста Поэтому у нас переход и похолодание ниже 7 градусов в ближайшее время до конца месяца не прогнозируется Очень ждем отопление Потому что прохладно и сезон начинается уже отоплительный Спим под всеми пледами Прохладно уже Как согреваемся, грелку ставим на ноги И греемся А отопление ждете, когда включат? Ну, ждем, не знаю, когда включат Ждем Холодно, надо включать Детям дали отопление в школах А ребенок приходит со школы и что, замерзает дома? Получается так Надо давать уже, да, прохладно уже Я вообще живу в частном доме Ну, как дают всем, так и мы включаемся Раньше не включаемся Почему? Ну, как бы терпимо Одеваемся потеплее Двери закрываем, окна Проветриваем чуть-чуть и все, и закрываем Таким образом мы спасаемся Как согреваетесь? Поделитесь еще советами? Носочки теплые, чай теплый? Носочки теплые обязательно Чай пьем мы регулярно Как говорится, это семейная традиция Утром попили чай, в овец Потом опять что-нибудь со сладким Ну, так Так и греетесь? Так и греемся, да Друг друга греем словами Как давно включили? Ой, ну, вот пару дней назад Даже, ну, даже еще чуть раньше Где-то, ну, недельку точно Недельку уже отапливаемся Ну, так, включаем, выключаем Ну, как вот погода меняется, так и мы Какая средняя температура в квартире? Вот вообще, как ощущениям? Градусов 18-19 Ну, немножко свежеватых Хотелось бы теплее, конечно, с малышом Наступил период холодов, сырости Да и в целом вы это чувствуете по себе Если присмотреться Ну, уже подожди, сожжишь, все, опять Опять потепление Опять потепление Но те, кто застали этот период Успели немножечко заболеть Да, если присмотреться Один из нас в студии Немножечко приболел Если прислушаться, я бы сказала Знаешь, по голосу Да, поэтому берегите себя Вот эти перепады, как раз температура Они, к сожалению, влияют не очень хорошо На организм людей, которые склонны к заболеваниям Поэтому сейчас берегите себя Когда тепло, все-таки не ведите, что это прям такое тепло Это уже осеннее тепло Абсолютно, конечно Это не жара, что в футболке надо выходить Все равно нужно же, что тепленькое Плюс погода меняется прямо на глазах Да, мы засыпали в воскресенье весной Летом даже еще, можно сказать А утром в понедельник проснулись глубокой осенью Поэтому тут себе, как говорится, не чувствуйте себя героем Знаете, я в футболке хожу круглый год Все-таки берегите свое здоровье Ну и действительно, вот эти вот перепады температуры Потому что действительно, вот, например, с воскресенья на понедельник Разрыв был, ну, больше 10 градусов И причем в понедельник же и ветер стал такой северный, холодный И дождь пошел Но совершенно другая метеообстановка Буквально за ночь все поменялось И вот это милое дело для всяких вирусов и бактерий Они вот очень это дело любят, когда случаются вот эти перепады И наш организм не успевает перестроиться И вот тут, и они тут как тут, в общем-то А они уже ждут Да, и сейчас специалисты отмечают, что есть рост заболеваемости Да, он в пределах нормы Это всегда такая сезонная история Но тем не менее, все-таки идет вот этот вот поток вирусов, болезней Причем говорят, что сейчас очень многие переносят это без высокой температуры Даже в принципе без температуры Но першение, но насморк, головная боль Все это присутствует Это, конечно, все неприятно Не хочется нам с этим сталкиваться Поэтому тут очень важно быть внимательными к себе Витамин С там, я не знаю Вообще, в принципе, главное не замерзать То есть действительно помнишь Солнышко, конечно, да, светит Но оно уже не так греет Несмотря даже на то, что в конце недели будет совсем тепло Практически не греет, вы сами это по себе чувствуете Поэтому теплую одежду все-таки уже достаем Любимые шарфы, свитера Кто-то уже даже может варежки носить Если вы прям совсем мерзляк, как некоторые мои знакомые В целом, главное, сохраняйте внутреннее душевное спокойствие Даже если заболели, это повод просто поваляться на диване Посмотреть какое-то хорошее кино на Первом Прегистровском Побыть в нашей компании подольше Поэтому главное, чтобы не... Главное выздороветь как можно быстрее Ну а мы сейчас посмотрим наш сюжет Тоже пообщаемся со специалистами Как себе помочь Плюс впереди сезон отопления Ну где-то, да, вот уже есть тепло Да, в наших социальных объектах В домах тоже оно скоро будет И там тоже, когда пересушенный воздух Это что же все влияет В общем, как себе помочь в этот период Об этом поговорим в нашем сюжете Дождь, солнце, холод и жара Приднестровское межсезонье Вот и врачи говорят, началось Замерз, понервничал, не доспал Вирус тут как тут Вот это первое мерзание Она тоже приводит к тому Что вы можете заболеть Чаще всего это насморк Сухой кашель Першение в горле Это осиплость голоса очень часто Слабость Головные боли, головокружение Ломота в теле Ну и температура То есть если, ну, говорим Вирусная инфекция Она температуру дает очень высокую Первым делом одевайтесь по погоде Сейчас в моде многослойность Это и нужно Кстати, ковид тоже все еще с нами Бояться не стоит, но быть на чеку не помешает Есть, но уже не так страшно, как было раньше Мы уже научились его лечить Уже нет тех осложнений, которые были в первую волну Поэтому люди абсолютно спокойно уже к этому относятся Не бояться То есть научились с ним жить Вакцинация еще один из способов защиты В поликлиниках с 5 октября ставят прививки Есть от гриппа и коронавируса У нас сейчас есть хорошая вакцина Корейская Которая в нашем регионе уже не первый год Нам ее привозят Она показала свои хорошие результаты И, пожалуйста, приходите в процедурные кабинеты Но желательно, конечно, сначала посидеть своего врача И уточнить, показана ли вам эта вакцина на сегодняшний момент А еще полезно вспомнить все, что делали в разгар пандемии Чистые руки и санитайзеры актуальны всегда Влажная уборка и проветривание как можно чаще Этой вирусы прогонит и воздух увлажнит Увлажняем воздух в доме Потому что сухой воздух Он посушивает наши слизистые И это является Сухая слизистая Это, опять же, является входными воротами для инфекции Влажность должна быть Где-то в районе 30-50 градусов Режим труда, режим отдыха очень важен Человек должен спать Хотя бы 7-8 часов То есть это взрослый Ребенок до 9 часов В сутки должен спать То есть мозг, тело должно отдыхать Ну и, соответственно, иммунная система будет вам за это благодарна И еще в конце октября переходим на зимнее время Стрелки на час назад Может появиться небольшой дискомфорт, усталость и нарушение сна Но не беда Чего боится простуда Так это мощного заряда хорошего настроения Как раз осенью его нам часто не хватает Создавать его надо самим физическими нагрузками С балансированным питанием и хорошей музыкой Остальные радости тоже приветствуются Очень актуально сейчас говорить об укреплении иммунитета Я сам чувствую, что его нужно укреплять Не доводите до моего состояния Укрепляйте его заранее Тем более, что есть продукты, которые есть, наверное, у каждого дома Либо купить их можно просто в шаговой доступности Поговорим о квашеной капусте Да, о ней самой Ну, во-первых, мне кажется, что в Приднестровье Здесь у нас ее прям любят То есть она часто бывает на наших столах И это такой вариант, когда это вкусно, полезно и, в общем-то, бюджетно То есть все включено, ничего не выключено, знаешь Такой натуральный иммуноподдержатель вашего иммунитета Да-да-да, модулятор, стимулятор, не знаю что Спасибо, Машуль, да, потому что я забыл эти слова Наш телевизионный доктор Наталья Донсу Нам очень часто говорит о том, что наш иммунитет живет в нашем кишечнике И, в общем, если у нас все там правильно усваивается И все у нас там хорошо Значит, у нашей иммунной системы есть шанс Крепнуть и, в общем, отбивать врагов, так сказать Капуста как раз помогает Там у нее содержатся какие-то пробиотики в ней Которые помогают кишечнику правильно работать То есть это такая натуральная какая-то биодобавка Ну, не биодобавка, в общем, что-то такое натуральное Это продукт, который помогает сохранять вам здоровье Главное, не заболеть во время холодов И выметает там все вот эти вот бактерии, вирусы, все, что нам не нужно У меня перед глазами капуста, вот эти Квашеная капуста, которая в доспехах блестящих, знаете, на коне Вот борется за ваше здоровье Но, вспоминая прекрасный фильм Да, вспоминая прекрасный фильм На столе должны выйти какие-то горячие блюда, кроме квашеной капусты Поэтому не забывайте, да, что одной квашеной капустой питаться все-таки не стоит Конечно, но вот употреблять ее вместе с чем-нибудь Это очень-очень полезно Понятно, что если, может быть, есть какие-то проблемы с желудком Там нужно быть осторожнее Да, тут проконсультируйтесь в первую очередь с врачом Но в остальном, мне кажется, любой врач вам скажет, что это суперполезно Плюс в ней, кстати, очень много содержится витамина С И как раз вот этот осенний-зимний период Все же говорят, пейте витаминки С Именно сейчас, когда сезон простуд Это очень нужный витамин для нас И вот он есть в натуральном варианте Именно в квашеной капусте Я не знаю, можно еще много перечислять там плюсов Можно бесконечно говорить про квашеную капусту Кстати, она тоже помогает похудеть Поскольку нужно включать в рацион всегда клетчатку А вот именно квашеная капуста богата невероятно клетчаткой Поэтому спокойно включайте ее в рацион каждый день Будете и здоровыми, и стройными И в целом проведете вот это холодное, пасмурное такое смурное время Без заболеваний и без насморка Да, сейчас, правда, очень важно держать себя в форме И, казалось бы, самый простой продукт Абсолютно, ну, такое, знаешь Простое, обычное, да, блюдо Я себя сейчас ощущаю вот этими, знаете, магазинами на диване Мы продаем вам совершенно за маленькую цену Действительно, лекарства от всех болезней И это на самом деле так, тем более, что приготовить его еще можно дома И мне кажется, ну, мы, по крайней мере, в детстве Эту капусту заготавливали гигантскими количествами Саша своими руками практически С килограммами, да, и своими руками там и тер что-то И что-то мы там ляли и засыпали это все Я думаю, многие хозяйки, которые сейчас нас смотрят Тоже либо делают до сих пор капусту Либо когда-то в этом участвовали Вот такой вот незамысловатый совершенно рецепт, продукт Вот, но сколько в нем пользы Поэтому ешьте на здоровье и будьте здоровы, как говорится Ну, а мы озадачились так подробнее все-таки этим вопросом И подготовили сюжет, там мы пообщались и с гастроэнтерологом Еще раз, чтобы это все-таки сказал специалист, да, про пользу квашеной капусты Отправились на рынок посмотреть, сколько она сейчас стоит Если у вас нет возможности или там желания, например, дома этим всем заниматься И потом мы все-таки отправились к хозяйке, которая поделилась своим рецептом Она все это делает тоже дома Но и опять-таки у нее тоже в отношении квашеной капусты очень много комплиментов Давайте на все это дело посмотрим На семейный ужин или праздничный стол квашеная капуста За ингредиентами на рынок Вот эта капуста на что идет? На соленье, на крыжалке или на шинковку? На соленье, на крыжалке не идет, это плотная Она только на стеки, вот, крыжалки нет Смотрите, есть капуста, которая идет чисто на шинковку Она более плотная, она более сладкая идет Она более чуть-чуть грубая, скажем, такая идет Эта капуста крыжалочная идет мягкая, рыхлая У нее листик тонкий Вот у девочки, видите, капуста стоит Это на шинковку Это сто процентов на шинковку капуста идет Скажите, нам нужна капуста на соленье? Да, это вестра Такой сорт, она не становится мягкая Классная Ну что, капусту мы выбрали, теперь отправляемся ее квасить За рецептом в Терновку к местной хозяйке Мария Григорьевна, мы сегодня с вами квасим капусту У вас есть какой-то свой рецепт классический или у вас есть изюминка какая-то? Как я квашу, нравится семье, и все кушают в удовольствии, и она долго сохраняется, не перекисает, и быстро, главное, что это быстро На второй день она уже готовая, если тепло в комнате, в комнату оставила, это самое главное С чего начинаем, что делаем? Подготавливаем морковку Денегу делать, да? Угу, смотри Чтобы длинненькая получалась, нужно более стоя ставить терочку и идти по всей длине И резко Нашинковали капусту, перемешали с морковкой Укладываем в бутыль, заливаем маринадом На литровую баночку я ложу ложку соли, ложку сахара В столовую? В столовую Зимой, особенно вот сейчас в зиму, огурец соленый, капуста соленая Это натуральный, лечебный продукт Оно же противогрибковое, противовирусное Тут же витамина С много в капусте квашеной Действительно столько пользы в капусте, мнение специалиста Капуста квашеная по классическому рецепту без каких-то добавлений уксусов и так далее Именно обладает мощным составом Улучшает микрофлору, повышает иммунитет С помощью квашеной капусты можно снижать холестерин Хорошо способствует снижению веса Побочных эффектов практически, противопоказаний практически нет А еще квашеная капуста замедляет старение Так ученые говорят, квасти и сохраняйте здоровье и молодость Уже немножечко осталось до школьных каникул Но вопрос, чем занять детей, уже зреет Уже пора, пора решать, что делать Да, собственно, и чем себя еще тоже занять в холодное время года Что сейчас актуально в плане внутреннего туризма Обо всем об этом мы узнаем у нашего гостя, гида по Приднестровью и директора туристического агентства Let's Go Максима Чумака Доброе утро Доброе утро Ну, у нас всегда приятные темы для обсуждения Вот если видим Максима в студии, значит, путешествуем, что-то предлагаем Значит, новое время года пришло Ну вот сейчас давай все-таки начнем со школьных каникул Тут чуть-чуть осталось буквально детям, они скажут отмучиться И родителям тоже, я думаю Ну а затем будет неделька отдыха И так, чтобы она прошла и интересно И как-то все могли отдохнуть дети от родителей, родители от детей Есть Макс Он ваших детей заберет, уведет в леса, там развлечет и потом вернет уже обновленными В леса ли? Вот будем узнавать В общем, ты в очередной раз готовишь лагерь для детей Да У нас новый лагерь, новые места, но старая ночевка Вот так Да, ночуем-ночуем мы уже в известном нам месте Это турбаза в Строинцах, где печное отопление, костер можно развести Там погрузиться в деревенскую тишину Но места будут новые, на которые мы будем выходить В том числе в этот раз мы добавили еще валиадынку и добавили выхватинцы Ух ты Ну, в общем, получается, из Террасполя едем на самый север То есть действительно такое полноценное путешествие через всю республику Да, для детей это достаточно большое путешествие И можно такими нашими локальными путешествиями привлечать их к более таким глобальным путешествиям Конечно, нет, ну правда, мне кажется, всегда важно начинать со своей страны Ее исследовать, посмотреть, а уже где-то опыт тоже этот путешественника получить А уже дальше можно расширять границы Да, надо, чтобы когда вы выезжали, вы находили плюсы у нас А для этого надо видеть, да, конечно Нужно знать, где сам живешь, если ты там никогда не был, как с чем-то сравнивать Действительно, сейчас многие дети, они, мы были в Турции, мы были в Египте, но мы не были в Бусаре В Валядынке, в Бусаре, Каменко, там 100 километров, грубо говоря Некоторые терраспольские дети не были в Бендерах, хотя, казалось бы, да, тут рукой подать Некоторые из них не видели крепость бендерскую, хотя тут, ну, расстояние Спишем это на возраст первого класса Да, спишем и спишем на занятость родителей Что дети будут делать в походе у тебя, Макс? Будут ходить, будут смотреть, будут готовить себе еду Будут совместно с нами Ну, это, нет, это совершенно круто Но учить их надо Конечно Мы будем приучать, в первую очередь, поход, это приучение к самостоятельной такой жизни Где дети могут понять, что им дело в какой-то непредвиденной ситуации Допустим, быстрее сориентироваться на местности Поэтому, ну, такой, многогранно развивающий Мне кажется, вообще-таки, выходы для детей, это действительно про развитие И они потом с горящими глазами рассказывают Плюс дети же сейчас современные, но они редко с этим сталкиваются Как-то сейчас все-таки меньше этого, да, особенно те, кто живут в квартирах Да, у них это вообще-то Редко они костер разводят в квартирах Абсолютно, да Хотя могли бы Могли бы, наверное, да Вот, а тут есть возможность все это своими руками делать Давай мы обозначим, сколько это все дело будет длиться Будет длиться три дня и две ночи Детей мы забираем из Террасполя Есть уже люди, которые из Дубоссар с Рыбницей Мы по дороге забираем, соответственно, и их детей Ночью спим Это, как я уже сказал, что помещение у нас отапливается Кровать и не все так аскетично там в палатке Ну, то есть не прям поход на поход, да Да, не прям поход на поход, это именно лагерь Потому что походы есть отдельно, но мы их стараемся делать для детей летом, когда... Ну, тепло, да, комфортно Особенно для первых выходов для этого лучше подходит Какой возраст детей? От и до каких вы берете? Будет несколько отрядов Младшие там от семи до одиннадцати и старшие от одиннадцати до пятнадцати Ну, уже опыт у тебя есть проведения таких лагерей Как в целом дети реагируют? Насколько быстро они друг с другом знакомятся? Любят ли готовить? Я скажу, что как без гаджетов Основной показатель — это то, что дети, которые ходили раньше, записываются в следующие походы И они записываются в числе первых Потому что не только видят, что появился анонс Бывает, что дети пишут, там, Максим, запишите нас, пожалуйста Я говорю, родители в курсе И уже связываю с Рилем Рилем, да, да, говорит, мы сами сказали там написать Либо родители там пишут, правда Запишите моего ребенка И, соответственно, тут я уже советую Покупайте через билет ПМР И получайте кэшбэк Да, вот, кстати, ты работаешь с кэшбэком туристическим Да, вот небольшой промежуток времени он действует Но уже ты видишь результат вот именно от этого проекта? Я вижу, что люди готовы больше есть, потому что это дешевле На данный момент Вот последний такой пример Буквально позавчера мы сделали тур небольшой С ночевкой по северу республики Он будет на выходных И билеты раскупили за сутки Я считаю, что это такой хороший показатель Поэтому кэшбэк, да, он стимулирует Но всегда приятно сэкономить Да, да, мы все понимаем Чего туда греха тренировать Всегда приятно заплатить поменьше, чем основная сумма Да, и получается, что ты, в принципе, возможно Был бы готов отдать всю стоимость экскурсии Ты ее, в принципе, как бы сначала и отдаешь А потом раз, и тебе приятненько возвращается какая-то часть суммы А пенсионеры, они очень рады этому Потому что, ну, когда там пенсия, все мы знаем Небольшая Да, небольшая И вместо двухдневного тура заплатить Вместо тысячи рублей пятьсот рублей, к примеру Это очень ощутимо Это очень ощутимо, конечно По споре такое Пенсионеры действительно начали ездить Больше, да, ты это видишь? Не система скидок, а кэшбэк То есть у них тур не меньше от этого, знаешь, когда делают скидку Но у вас не будет такого Здесь они получают то же самое Они получают весь комплекс Весь комплекс, но при этом возвращаются деньги Но государство не благодарит за то, что они поехали Да, это очень здорово Плюс вот приятно слышать, что действительно пенсионеры больше ездят Потому что мы, вот мне кажется, все говорят Вот там за границей, значит, все выходят на пенсию И только вот ездят, путешествуют А, мол, наши пенсионеры такого себе не могут позволить То есть, да, по чуть-чуть все равно у нас тоже действуют вот эти системы Когда и для пенсионеров есть возможность по Приднестровью попутешествовать И за какие-то уже, ну, другие все-таки деньги Плюс этот кэшбэк Я скажу, что у нас еще достаточно бодрые пенсионеры Вот на выходных с нами ходила женщина 47-го года рождения Ух ты 47-й И она прям бодрячком так себя чувствовала, подгоняла других Чего, говорит, телимся, да? Давайте побыстрее Гид в конце, когда они уже возвращались назад, говорит Я вами горжусь, говорит Ну, всегда приятно видеть, что есть такие бодрые люди Люди в таком, ну, почтенном возрасте, которые подгоняют еще и других молодых Абсолютно, на сплавы был мужчина, сколько ему было лет? В 86 В 86, мы тогда тоже все восхищались, он был потом и героем программы «В путь» Возраст не предел вообще Да, и это так здорово, столько позитива у него было от путешествия, того, что он с молодыми гребет себе Где-то гребет, где-то просто наслаждается Самое главное, что в этих всех путешествиях пожилые люди могут передать свой опыт Но принять что-то новое от молодых Потому что происходит всегда общение, это общение по горе Это не отцы и дети, как в семье, да, у нас Здесь неформальное общение И каждый из них выносит для себя какой-то плюс Это классно Так, я еще раз хочу все-таки вернуться к школьным каникулам Потому что мы так резко отошли Во-первых, можно ли еще, я так понимаю, есть места, можно записаться? Да, можно записаться, еще места есть на данный момент, потому что мы тур анонсировали буквально два дня назад И на данный момент места есть Потихоньку они, конечно, уходят Обычно по опыту скажу, что за неделю раскупаются, прям начинается сумасшествие такое Ну да, когда уже чувствуешь, что каникулы подходят, да, и уже пора что-то делать Ну лучше купить все-таки билеты заранее, чтобы мы нормально смогли забронировать нужное количество мест Подготовить, все, ну грубо, поэтому лучше не оттягивать на последний момент И чтобы место вам досталось Конечно, 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 тем более возможность для взрослых отдохнуть, да, будем честны То есть детки заняты, тем более профессионалами, и взрослые тоже отдыхают Взрослые как-то могут поучаствовать, если вот прям будет какой-то папа, хочу с вами идти? Нет, не могут Я всегда говорю, что я против, да, четкая позиция В этот раз уже мне писали такое Да, то есть был такое, да? В первый же день мне написали, можно мой ребенок будет вместе со мной жить Говорю, нет, мы не берем родителей Пожалуйста, живите, только в походе он идет со мной Вот есть, да, двухдневный тур, как я сказал, на выходные будет Семейного типа, пожалуйста, да Приехали с ребенком, там муж, жена, двое детей Номера есть 2, 3, 5 мест Поэтому под любую семью можно разместиться А это именно лагерь, где дети должны находиться с детьми И взрослые не должны им мешать А взрослые в это время прекрасно идут себе на работу Приходят вечером домой Готовят там змеи Отдыхают, скучают в тишине, понимаешь, да? Отдыхают в тишине, да Отдыхают, а на выходные дети к ним вернутся И они вместе проведут там выход Соскучившиеся, счастливые, да, довольные Съездят в Бендерскую крепость Вот, наконец-то, да Нет, мне кажется, это правильно Это всегда твоя принципиальная в этом отношении позиция Это очень правильно Все-таки дети без родителей ведут себя иначе Ну, совершенно по-другому, конечно Раскрываются по-другому Тут знакомятся и намного свободнее себя чувствуют Вот это правильно При родителях у детей не могут проявиться лидерские качества никакие Потому что родитель все равно он авторитет И любой ребенок будет прислушиваться к нему А когда дети находятся в своем социуме Они действительно полноценно раскрываются Виден характер Они перенимают что-то друг у друга Они общаются Самое главное – это общение Это все делается для общения Не зря даже в Советском Союзе, да, были детские лагеря Конечно В Штатах это скаут-школы Родители вообще пускали, да, там, раз в месяц, да, пускали там И только письма принимали Мечтали, помните, в Вартек там попасть Да, да, да Даже к нам в коммунальник, ну, Днестровский Зорий нынешний, там, чтобы туда попасть Это было что-то такое прям Здорово И суббота, воскресенье дети в вашем распоряжении Еще отдыхают, а потом уже можно и в школу, если что Потом еще в понедельник отдыхают, а потом уже можно и в школу идти А потом уже можно в школу Ну, в общем, от 7 до 15 с ночевочками Все подробности, в принципе, можно уточнить непосредственно, например, на страничке, да Там и все указаны данные, все, что нужно Все легко найти, было бы желание Еще хочется поговорить про осенний туризм Понятно, что когда холодает, у нас только сейчас начало холодать, по факту И то к концу недели обещают нам, что 28 там на выходных Какие-то опять сумасшедшие градусы Это же хорошо Нет, хорошо, для путешествий так точно Но в целом идет холодный сезон, да, когда все вокруг такое уже все-таки будет серое, да, без листвы Что ты вот на этот сезон порекомендуешь, какие будут предложения? Я пока рекомендую не бежать впереди паровоза и наслаждаться осенью Она у нас будет еще примерно дней 30, такая желтая И, в общем, нужно успеть, да, вот эти... Да, и можно успеть, вот неделю назад она стала желтым, еще 30 дней у нас примерно впереди Это в зависимости от района в республике И я предлагаю успеть насладиться именно осенними красками, потому что осень у нас самая яркая Там весна, она в основном зеленая, да, а осень прям разноцветная такая И сейчас очень чистая река, прогулки под скалами между скалой и рекой Это вот прям осеннее такое Чобручинский парк, это осеннее такое мероприятие Родина Да, парк Родина, где как раз вы идете, все желтое, еще не осыпались листья А весной то распустились, то ли не распустились Есть такой период, когда листья, здорово, они уже чуть-чуть под ногами Но в то же время есть еще для деревьев Сейчас как раз идет та самая пора, когда надо ловить эти моменты, а не бежать за зимой А зимой мы можем ходить в штольни, можем ходить в пещеры Можем просто выезжать на выезды на севере, ночевать там И наслаждаться местными красотами, в чем плюс зимних видов Потому что те же скалы, вы будете видеть деревья оголенные, их видно издалека Поэтому каждая пора прекрасно по своему Но сейчас надо насладиться именно красками осень Вот она мудрость от человека, который знает о туризме практически все И прислушивайтесь к его мнению, обязательно обращайтесь к Максу Если вам нужно куда-то отправиться Мне нравится, что у вас есть еще индивидуальный подход Потому что некоторые не могут с общей группой, либо не любят Можно обратиться к Максу, сделать для вас поход даже для одного вас, если захотите Ребята все организуют, все профессионально, все очень красиво Плюс тоже есть варианты просто однодневного тура Есть варианты, мне кажется, тоже это за последние годы стало возможностью А все-таки с ночевкой, у нас появились и гостевые дома по чуть-чуть Да, постепенно появляется И мне кажется, это другой уровень расслабления То есть не когда ты весь сконцентрирован туда-сюда, устал А когда ты, во-первых, полностью меняешь картинку Да когда ты даже дома не спишь Полноценный отдых, это все-таки отдых с ночевкой Абсолютно Потому что вы остановитесь на населенном пункте И как не хотелось бы, все равно вникните в него Конечно Вы увидите местную еду национальную Потому что те же голубцы у нас везде по-разному готовят На севере по одному, в Терновке по-другому Там где-то чуть больше добавляют риса А где-то наоборот практически только с мясом Где-то размер разный Где-то в капустных листах, где-то в виноградных Ну, то есть все это по-разному Квашеная капуста, не квашеная В вишневых листах делали О, ничего себе В каждом населенном пункте свои вот такие Особенно гастрономические нюансы А кушать вкусно любят все Конечно Что ни говори, поэтому надо выезжать именно Я советую ехать с ночевкой, чтобы погрузиться в атмосферу полностью Плюс, напоминаю, действует туристический кэшбэк Это приятно, правда Это большая скидка, если идет на всю семью То это ощутимое такое Плюс все-таки у нас кэшбэк там 20, 30, 50 процентов Ну, то есть это не 5, да, допустим Это 20 либо 50 А, я думала 20 либо 50 20 это на однодневную экскурсию И 50 это на тур с ночевкой Ну, вот, представляете, 50 процентов стоимость Вы в два раза меньше платите Да, мне кажется, это, конечно, просто фантастическое предложение И такая поддержка внутреннего туризма Вот воспользуйтесь этой возможностью К тому же, как говорит Максим Сейчас вот самое идеальное время Путешествовать и увидеть эти осенние краски К тому же сейчас еще достаточно и тепло И в то же время уже по-осеннему красиво Да, да, плюс 29 на выходных обещают в субботу Тем более самое время еще путешествовать В общем, путешествуем по стране Смотрим, любуемся Просто отдыхаем, меняем немножко вот эту суету Потому что она у каждого в жизни, естественно, есть Немножко перезагружаемся С удовольствием приглашаем И детки отдыхают И для вас предложение есть В общем, мы сейчас тоже попутешествуем Немножко уже виртуально В нашем следующем сюжете Отправимся в Дубосары Если вы еще там не были, обязательно заезжайте Можно вместе с Максимом Можно самостоятельно Там появился мурал Вот, на стене Давайте мы посмотрим на него Тоже преображается у нас все вокруг Появляются такие интересные маленькие места На которые тоже здорово обращать внимание Вот мы сейчас как раз это сделаем Ну а и напомним, что в нашей студии сегодня был человек, который исследовал все Приднестровье Показывает его, собственно, и местным жителям Да готов и иностранным, я думаю Показываем Абсолютно Максим Чумак, до новых встреч До встречи Дубосары У этого здания прохожие замедляют шаг Все рассматривают мурал Это рисунок на всю стену На нем солнце, небо, цветы И малыш с кистью в руках Художник Александра Новак Автор идей другая Александра Степанова Она возглавляет объединение поэтов, художников и музыкантов города Давно слежу и радуюсь творчеству Александры Новак И мне нравится ее стиль, подход, видение Всегда мечтала в Дубосарах тоже что-то такое сотворить Подобное, что делает Саша И говорила Саша, Саша сказал, что обязательно когда-нибудь доберется до Дубосар Потому что множество ее работ в рыбнице росписи прекрасных В Тирасполе сейчас она на улице Ларионова сделала прекрасную роспись И я мечтала, чтобы она попала в Дубосар Хотелось чего-то такого яркого, позитивного добавить в наш город Чтобы вообще мечта, чтобы больше было таких росписей на стенах Чтобы люди радовались Александра Новак – свободный художник, дизайнер Живет и творит в Тирасполе Стрит-артом увлекалась пять лет назад Он занимает мое сердечко и ум И мне хочется все больше и глобальные вещи делать Мне очень нравится работать с пространством Потому что мы, когда проходим один и тот же путь от дома к работе И наше пространство не меняется И нам становится немножко скучно Все становится одними и тем же А когда пространство работает со зрителем Оно ему сообщает что-либо Оно передает настроение Не знаю, мне нравится На граффити в Дубосарах три дня Я фанатка детей В принципе, дети должны быть окутаны безопасностью В моем понимании Потому что они будущая цивилизация Будущая вообще человеческая нация И хотелось изобретить ребенка Который беззаботно рисует Свободен в своем самовыражении В том, как он видит мир Для меня это важно У меня сын Примерно, ну немножко постарше Так что, мне кажется, этот мурал посвящен И Сашиному пространству И моему сыну И детям в целом И правам детей Я ездила в международную школу Обучаться современному искусству Разным художественным практикам Князья любили Поехали, посыли хорошо Приехали домой, так сделали Мне очень близко Это потому, как У нас наследие богатое У нас киевские племена были У нас жили мамонты Просто шикарное место Я бы поднимала историю на поверхность Сделала ее более видимой Потому что это может стать Визитной карточкой Приднестровья Это не навязанное Это настоящее Что-то из нашего Исторического ваграунда Теперь у Акалады Новый облик Мест для встречи Творческого вдохновения А мы продолжаем И у нас сейчас будет такая Минутка истории Мы иногда заглядываем в календари В поисках В нормальные календари Не там, где там День улыбки соседу А какие-то нормальные события О которых вам тоже рассказываем Но сегодня действительно Есть события О которых хочется упомянуть 19 октября Это День лицеиста Ну, во-первых, мы поздравляем Всех причастных Тех, кто в лице учится Всех, кто учится в лице Либо учились Либо преподаете Либо собираетесь преподавать Мы вас поздравляем Но не случайно, естественно Именно этот день Выбран Днем лицеиста Здесь прямая связь С знаменитым Царско-сельским лицеем Мне кажется, мы Вот это словосочетание Все знаем абсолютно Со школьной Исками Потому что там учился И, в общем-то, был Одним из первых учеников И выпускников Царско-сельского лицея Александр Пушкин И очень много историй С этим связано И, конечно, это все такая Школьная программа Знакомая каждому из нас Вот 19 октября 1811 года Открыли Соответственно, лицей Ну и вот дата этого Вошла в историю Кстати, у Пушкина Даже есть стихотворение Которое называется 19 октября В общем, оно посвящено К чему бы это могло быть? И там Ну, во-первых, там Начинается все про осень Потому что, да, как мы знаем Потому что Пушкин любил осень Да, любимая его пора Очень много упоминаний Все это красиво, конечно, у него описано Ну а дальше Это просто такое послание Обращение к своим друзьям-лицеистам У них были тоже встречи выпускников Вот Но он писал это стихотворение В 25-м году Когда был В 1825-м Когда был в ссылке И он, соответственно, Не мог Не присоединиться Пропустил встречу Вот Сейчас бы, наверное, созванивались Там, я не знаю По видеосвязи Я думаю, у него в ссылке Отобрали все гаджеты Ну, все равно Он был далеко, допустим Да, но сейчас, может быть Были другие варианты Да, и там Способы связи Ну, а тогда Вот было такое послание И там, конечно Про его ностальгию Про любовь к друзьям Из лицея Но все это тоже трогательно И, конечно, невероятно поэтично Как и все у Александра Сергеевича Но если откинуть всю поэтику Александр Сергеевич был достаточно Шаловливым, шалопаем Очень много проказничал В том самом же лицее И многие учителя говорили Что ничего Жаловались Не достигнет Был он троечником в основном И ничего Ничем не интересовался Поэтому Кто знает Возможно, ваш ребенок Который вчера принес тройку Или двойку Из того же лицея А вы его ругали Может быть, это будущий Поэт Александр Пушкин Возможно, он занимается тем Что ему по-настоящему интересно Поскольку склонность к стихотворениям Склонность к писательству У него проявлялась с ранних лет Поэтому не ругайте Детей, особенно которые в лицее Потому что нагрузка действительно большая Насколько я знаю У ребят действительно гигантский поток информации идет Различные факультативные часы Поэтому наоборот Поддерживайте ваших детей Вот так А еще 19 октября Однажды стало черным понедельником Ну тогда 19 октября Скучит как название песни ДДТ Да, на понедельник Но это все уже было связано с финансами Случилось обрушение этого индекса Доу Джонса умного В общем, фондовые рынки рухнули Вы понимаете, что для нас Это что-то произошло Что никто не понял Тогда на самом деле экономический Действительно большой кризис Просто крах финансовой системы Все это на себе почувствовали Но это было в 1987 году Достаточно далеко Давненько Да Нас радует, что, во-первых Сегодня не понедельник Все-таки уже конец недели Но, во-вторых, явно не черный Понимаешь, все хорошо У нас сегодня хороший добрый четверг Когда мы вам рассказываем Всяческие факты Для того, чтобы вас разбудить И чтобы вы сегодня нашли повод И тему для разговора С вашими сослуживцами Либо коллегами Вы рассказываете и говорите А я знаю, что сегодня был черный понедельник Давай про это с тобой порассуждаем Да, ну и просто надеемся Что больше ничего такого не будет Это был самый сильный такой крах Экономический Вот этих фондовых рынков Вот, надеемся Больше такого просто не случится Да Пусть это останется Вот 19 октября тогда Много лет назад А дальше пусть у нас только будет Светлое-светлое будущее На что мы всегда надеемся Ну, скажем так Программируя пространство Знаешь, загадывая и визуализируя Всем нам счастья Резко переключаем тему Подводим черту под историю И приглашаем вас уже на то Что станет историей немножечко позже А вы в этом можете поучаствовать Например, приглашаем вас На необычный концерт О соли-ми Он пройдет в пятницу Да, 20 октября В 18.00 Во дворце республики Там солисты будут петь С птичками С канарейками Это пропускать нельзя Вот маленький артист Шурик был у нас в гостях В студии, да И лично исполнил для нас Свою трель Это великолепно Друзья, когда это, наверное, 6 птичек Еще и в огромном зале Еще и при поддержке Их компонементе Профессиональных музыкантов И вокала Это, наверное, возносит На какие-то высоты С которых можно на все проблемы Посмотреть и увидеть Насколько они маленькие Мы с Сашей действительно заслушали И у нас забавные были Даже с тобой выражения лица Мы просто за собой не наблюдали Уже потом, когда я это видела Допустим, с по ту сторону экрана Казалось, конечно, что мы с тобой Чуть-чуть Чуть-чуть с открытыми ртами Сидим и слушаем И смотрим на Шурика Потому что Правда Какой-то такой магический эффект В этом есть Ты понимаешь, что ты живое существо Которое же не научишь Прям петь Его не заставишь Не заставишь Это абсолютно такое У него интуитивное Естественное какое-то желание Он сначала слушает музыку То есть действительно Несколько минут настраивается Внимательно Все это вокруг себя Анализирует Каким-то образом И потом В какой-то момент Начинается эта магия Начинаются удивительные трели Он абсолютно Попадает Тембром Как-то вот В мелодию В гармонию мелодии Факт, который меня поразил Что канареек Нельзя заставить петь То, что вы бы хотели Перед тем, как составить программы Им показывают 20-30 композиций Из которых они сами выбирают Те, которые будут звучать в концерте То есть если Им она не подошла И не понравилась Можете ее включать Не включать Они никогда Под нее подпевать не будут Поэтому тут канарейки главные Так что Спешите это Увидеть и услышать Канарейки настоящие Живые Никакая-то не голограмма Мы убедились в этом Ни мехаботы какие-то современные Это все по-настоящему Настоящие живые Теплые душевные канарейки Приглашаем с большим удовольствием 20 октября Это собственно Вот уже все Уже нужно прям вот Брать билеты И идти Потому что это уже Во дворце республики 18.00 Ну мне кажется Один из самых необычных концертов Которые просто были здесь у нас В Приднестровье Поэтому не пропустите Там будет такой Французский, итальянский репертуар Очень это все мелодично Сама по себе То есть канарейки Они выбирают Ну что-то такое Очень красивое Воздушное Легкое, возвышенное Прикоснитесь обязательно К этому искусству Приходите Ну и конечно приходите В театр на выходных В театр, да Во-первых, можно прийти на лису Стране чудес И увидеть насколько Губака кроличья нора Сказка для любого возраста И наверное взрослому Она даже больше Будет нравиться чем детям Но и детям будет интересно Поскольку очень ярко Цветаста В главной роли Валерия Соколова Постановка Дмитрия Ахмадиева Приходите Увидьте Вечером в этот же В субботу У нас Страна слепых В постановке нашего друга И уже коллеги Дениса Бабурина Шаманская история Шаманская притча О зрении О видении Приходите Увидьте Прозрейте Вместе с нами В воскресенье Безымянная звезда На этот раз Постановки Дмитрия Ахмадиева Такая Как я называю Лирическая комедия С грустным подтекстом При этом Очень и очень светлая История любви Приходите Увидьте ту самую звезду Которая будет светить Именно вам Так что Проведите выходные Тоже в компании Театра Оказывается Друзья Это рубрика Александр Дич С 14 октября Начался период В астрологии Именуемый Коридором затмения И некоторые знаки Зодиака Это очень тяжело переживают А у некоторых Наоборот Начинается новая жизнь Вот именно Об этих знаках Зодиака Мы поговорим сегодня Значит новая жизнь Начинается прямо сегодня У раков У дев У скорпионов И у козерогов Для них как раз Вот этот коридор затмения Он в этой тьме Они обретут что-то новое И долгожданное Будешь идти за светом Просто А в остальные знаки Зодиака Просто не парьтесь Все пройдет Все прошло пройдет И это просто Продолжайте жить Наслаждаться жизнью Наслаждаться каждым моментом Наслаждаться гороскопом Для каждого знака Зодиака Вот так Давайте Любимый человек Будет идти на уступки Велика вероятность встречи Со старым другом Общение с противоположным полом Подействует на вас благотворно Не исключено Что у вас появится Влиятельный покровитель Это хорошо Если влиятельный покровитель появляется Тельцы Сегодня тельцы Будут ждать от кого-то поддержки Но им не стоит на этом зацикливаться Если что-то Или кого-то Несосложно забыли То позвоните Или назначите встречу Этот день поможет решить Многие проблемы Даже финансового плана Хорошо Наконец-то Ты выкарабкаешься Из своей долговой ямы Ой, не говори Близнецы Ваш жизненный потенциал Сегодня на высоте Не исключено Что вам придется с головой Окунуться в дела Требующие немедленного разрешения Вечер Звезды рекомендуют Посвятить личной жизни Духовному развитию Еще сон ваш исполнится Вот это да Главное, чтобы сон был хорошим Раки Гороскоп на сегодня Благоприятен для умственной деятельности Решения нетривиальных задач Возможно, сегодня Рак наконец-то решится Сделать то, о чем думает В последнее время Решайтесь Всегда решайтесь Все решайтесь Не только раки Львы Сегодня звезды гороскопа Вряд ли дадут львам Спокойно усидеть на месте Еще они советуют Позаботиться о своем кошельке Нет, покупать новые не следует А вот наполнить до краев деньгами Это важно Да, даже если это чужие деньги Просто попросите поносить Некоторое время Наполняйте вообще Наполняйте, как можете Девы Отличный день для того, чтобы Всей семьей придумать Свои собственные традиции Достаточно удачное время Для деловых операций Хотя значительных финансовых прибыли Ожидать не приходится Но даже незначительные приятные Даже если совсем маленькие Все равно приятно Почему нет? Весы День на работе пролетит очень быстро Подарив вам самоудовлетворение Тем, кто умеет сохранять спокойствие Будет проще сориентироваться в ситуации Еще будет масса времени Для всего, что задумали воплотить в жизнь Это же прекрасно Это здорово Скорпионы Ни в коем случае не бросайте начатое дело И не отступайте назад Упорное, целенаправленное движение вперед Принесет удачу Избегайте шумных компаний Сегодня нельзя поддаваться чужому влиянию Подождитесь пятница Там уже можно поддаваться чужому влиянию Можно поддаться, да Стрелец Спустит в ход профессионализм и новые знания То карьерный взлет ему обеспечен Прекрасно сложатся финансовые дела Ни один рубль не утечет в непонятном направлении В отношениях с избранником или избранницей Много тумана, но развеять его вы можете сами Да, тут все в ваших руках Козерогу не стоит изобретать самолет или что-то еще За вас это уже сделали Лучше займитесь новыми проектами Они окажутся эффективнее В лучах славы будут купаться творческие люди Наконец-то ваши шедевры оценят и даже финансовый патч О, Александр какой О, вот это да Не зря мы сегодня едем в Днестровск Там нас финансово будут поощрять Дальше водолеем Вероятно в служебном положении могут произойти благоприятные перемены Или появление новых людей позволит участвовать в новых проектах Если нерешительным водолеем выпадет возможность попробовать что-то новое Решайтесь и пробуйте Даже если это не четверг, это на другой день Просто всегда решайтесь Рыбы Сегодня отличный день для осуществления любых замыслов, требующих сообразительности умственных сил Сегодня стоит гнать прочь дурные мысли и плохие предчувствия, пока они не задурманили ваш разум И не сбились в пути истинного Вот так вот всегда гоните эти предчувствия Тем более, что коридор затмений идет Все гоните от себя Всегда Всегда Да Ну а сейчас мы перейдем к нашему следующему сюжету И посмотрим, как мастерят из дерева, из разных других материалов мальчишки на занятиях труда И на дополнительных потом занятиях И очень здорово, что у них преподаватель, который, ну вот знаешь, обожает свое дело И вот эту любовь Передает мальчишкам Мальчишкам, да И очень классно, когда ребята действительно увлечены чем-то таким вот, знаешь, прикладным То есть это те самые будущие мужчины, которые уверенно будут забивать гвозди И скворечник для сына сделают Да, абсолютно Вот все это будут делать своими руками Ну давайте на них посмотрим На занятии шумят только инструменты Детям так нравится, что им не до разговоров между собой Лев Георгиевич педагог 40-летним стажем Ведет уроки технологии в коррекционной школе Бендер Написал авторскую программу по декоративной обработке древесины Учит детей работать с деревом Работу подбираем по обработке древесины И сами изделия согласны психотезическим способностям детей У кого-то лучше получается, значит посложнее У кого-то медленнее, значит подбирается такая работа ему Чтобы он чувствовал результат Ребята пилят, строгают и могут отличить молоток от киянки А еще разбираются в стамесках разной формы От полукруглых до косых Ножи, резаки, линейки Для них дело обычное Это наждачка Так А здесь у нас сохраняются надфили Это как пилочки что ли? Да, маленькие Допустим вот берем Нам надо неровность вот здесь Мы начинаем вот так вот Шлифовать получается Мальчики работают с деревом на уроках труда Потом спешат на дополнительные занятия Мастерят скворечники, сувениры, кашпо, игральные нарды и многое другое Когда видят результаты, гордятся собой Это геометрическая резьба по дереву Узоры я пока что только учусь Но у меня они уже получаются чуть лучше, чем раньше Мне больше нравится вырезать Допустим розочки, цветочки Чем вырезаете, как называется? Нож У вас какой-то такой интересной формы, необычный нож? Ну, они разные бывают Ножи, резаки для работы каждый делает сам Лев Георгиевич говорит, такие инструменты ценятся И во время работы дети не отвлекаются Все под рукой Хоть, говорят, не женское это дело Занимаются тут одни мальчишки Я тоже решила попробовать Вот самая простая разметка Называется витейка Состоит сначала из квадратика Потом квадратики делятся на треугольнички И ваша задача с трех сторон Вот так вот носиком Надо надавливать Надавливать носик туда Вот с двух сторон Две короткие стороны И заключительно Вот она Длинная сторона Так, давайте попробуем Значит, короткая и длинная Нет, сначала две короткие стороны Вот, давайте вот этот Давайте Так, сначала две короткие Да Нет Вот так вот Вот так вот Крепко И носик впивайте туда Все, совместными усилиями сделали Да Тоже маленькую фигурку Миша мастерит такие фигурки в два счета Занимается год Сперва делал игрушки Затем перешел к узорам Тренировался на бруске Потом взялся за разделочную доску Самолетик игрушечный Маленькие стульчики со стульчиками Кораблики делали Без дела ребята не сидят Ищут материал Большие пни тащат веревками и тележками Во всей школе их деревянные изделия Во дворе декоративные колодцы Лавочки и даже ворота Все делали сами Четверг это значит что вечер Мы встречаем в компании Первого Приднестровского И полюбившиеся программы В путь по новому уже Я думаю что в путь по новому Мы называем полюбившиеся программы Потому что мне кажется Артем Мазур и Анастасия Чернетинская Сразу завоевали сердца зрителей И стали достойной смены Арсения Декусар Да и Екатеринчика Забыл Ну простите Столько мы говорили про Сеню А тут я же на прокате вспомнил Нет но Действительно Один тандем ведущих сменил Другой тандем Не менее яркий и колоритный Ребята по своему это делают По своему вам рассказывают Про жизнь в Приднестровье У них тоже уже много Самых разных было тем Но вот последние Они были связаны с днями наших городов Сначала отмечали день Бендер Естественно отправлялись в Бендеры На прошлой неделе праздновали День города День столицы Террасполя Соответственно выпуск был об этом Ну а сейчас они выбрали тему Такой темы еще абсолютно точно Не было в программе В путь Такое кодовое название Братья и сестры Братья и сестры Потому что все вы Братья и сестры Друзья В каком-то смысле так В общем Они нашли Несколько интересных историй Которые действительно связаны С братьями и сестрами Родными Чаще всего это Там близнецы или двойняшки И при этом Все эти люди естественно Они живут здесь у нас И иногда это совершенно разные Вроде бы в одной семье Вроде бы Одно воспитание Одна среда Одно поле в котором они пребывали Но при этом это совершенно разные По характеру По настроению люди По делу Которым они занимаются Ну и в общем О взаимоотношениях Братьев и сестер Мне кажется Эта тема близкая к каждому Потому что у многих У всех наверное практически есть Ну по крайней мере Если не родные То двоюродные В общем многие из нас жили В жизни в которой есть Братья и сестры Конечно И вот об этих взаимоотношениях Потому что у многих есть Детские воспоминания Про то как где-то ругались Потом мирились Какие-то трогательные Такие моменты Все это есть И вот ребята решили Такую тему затронуть Мне кажется Это очень-очень здорово И там интересные герои Естественно полный выпуск Будет уже сегодня вечером В нашем эфире Сразу после Кэба Это примерно 21.15 Ну а пока давайте Посмотрим небольшой анонс Давай Привет всем любителям Хороших телешоу Всем любителям приключений Всем тем Кому с нами по пути Ну что Братья и сестры Ты о чем Артем? Да Объясняю У нас такая сегодня Тема выпуска Братья и сестры То есть мы будем Устанавливать родственные связи Близняшки, двойняшки, погодки Самых разных профессий Талантов и интересов Все они родные люди Герои нового выпуска Карина и Анжела Неразлучны вот уже 55 лет 45 из них с лошадьми С чего началась любовь к конному спорту И что значит работать рука об руку Выясним вечером Мы вам скажем С чего начинается утром Когда мы остаемся здесь на конюшни Анжелочка Ты поспи Я пойду покормлюсь сама То же самое говорит она Нет, нет, нет Ты поспи А я пойду И вы таки вдвоем идете И вдвоем продолжаете работать Твой муж все время говорит Вы целый день вместе Господи, ну о чем вы можете говорить столько времени Еще и после работы Да И обязательно еще Так, ну все, ну все, ну все, давай И еще получится Брутальность, инженерное образование И одно дело на двоих Артем сегодня на территории мужчин Узнал, кто стоит за брендом Карбоновых велосипедов Горка И нашел братьев Братьями тяжело все-таки делать одно дело И работать Все-таки братья Это такое отношение И не дружеское И поссориться нельзя И неподчиненный И работник А брат Мы решили это довольно просто Все Дракой Ну все детство, конечно, было в драке Мы уже знаем, кто сильнее Разграничили нашу ответственность Зону ответственности Все очень серьезно И мы не лезем Друг к другу Ни в какую зону С какими-то претензиями И так далее С нравоучениями Все, что касается механики Касается каких-то технических вещей Это моя ответственность Все, что касается уборки Бутербродов И так далее Саша писатель Игорь иллюстратор Это братья Зиненко Авторы комикса Счастливого конца света Как близнецам проявить индивидуальность? Хороший вопрос За годы, когда ты пытаешься выделиться Ты со временем понимаешь Что самый лучший способ выделиться Это быть собой Потому что Когда ты там гонишься за тенденциями Ты смотришь А, сейчас популярно это Давай сделаем там Про вампиров Или про это Или про это Для нас всегда было главным Что мы остаемся верными себе И хотим рассказать то Что для нас важно Но вместе с тем Мы замечаем Что чем более личной Ты выдаешь историю Тем люди больше реагируют Потому что они чувствуют В этом аутентичность Как три брата собрали В одном хороводе Жители Дубасар Завершим выпуск музыкально Родные люди О личном и душевном В путь по-новому Отправляемся сегодня В 21.15 Сразу после КЭБа Все что нам осталось Это рассказать вам о погоде И уже отправить вас Все таки еще Рабочий четверг Хотя который уже с примесью Приближающихся выходных Так что давайте посмотрим Чувствуется Чувствуется мне кажется Что там приготовила нам погода Но смотрите Все таки столбики термометров Ползут потихонечку Вверх Значит На севере республики Здесь как-то даже Получается На несколько градусов Холоднее чем в центре Но смотрите Какая высокая температура Ночью 13-15 И днем буквально Вышло несколько градусов 14-16 Но солнечно В принципе комфортная Хорошая погода Не так чтобы ходить В футболочках Но в целом приятно В целом приятно А в центре республики Дубасар И Григориополь Вообще днем до плюс 18 Приятно Прям летняя такая Начинающаяся лета Весна Весна Ну подожди уже Ну пусть весна хорошо А здесь Здесь все-таки лето На юге Ночью 12-14 О днем В принципе уверенный 18-20 Градусов Мне кажется Это конечно Очень так приятно Ну и как мы уже сказали И говорил сегодня В сюжете Виталий Кальвенко К выходным Распогодится Прям на всю катушку То есть плюс 28 примерно Будет у нас На выходных Представляете Но напоминаем Что это не то Тепло Которым стоит Наслаждаться Наслаждаться нужно Нет Наслаждаться стоит Но раздеваться слишком Раздеваться не стоит Потому что будет все равно Чуточку прохладнее Чем летом Даже плюс 28 Будет чувствоваться по-другому Поскольку уже Осенняя погода Так что Особенно сильно Не раздеваемся До футболка Чтобы не заболеть Но согласитесь Как приятно У нас мне кажется Одна из самых Теплых Осеней 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 Вообще не важно Главное что Самое теплое время года Абсолютно Невероятный Сентябрь был Вообще летний Ну и октябрь дарит Очень много теплых Солнечных дней Что приятно И у нас такие показатели Вот уже во второй половине Октября Этим периодом Стоит наслаждаться И вот наш гость Сегодня тоже говорил О том что это самое Прекрасное время Для путешествий Когда столько много Ярких красок вокруг При этом комфортно Приятно По погоде Поэтому Стройте планы Не сидите дома Ну можно конечно В компании первого Приднестровского Это тоже нужно Только в компании первого Приднестровского Но тем не менее Все таки находите время Для того чтобы побольше Находиться на свежем воздухе С хорошим настроением С хорошими мыслями Вот они такие были Сегодня например И у твоего Александра Бондаренко И Марии Пантази Как всегда надолго Не прощаемся А пусть это будет Добрый светлый И яркий день И пусть сегодня у вас Что-то получится То что вы давно хотели Никак не получалось Сегодня оно раз И произошло Вот пусть все прекрасное Случится До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok